Субтитры создавал DimaTorzok Во-первых, некоторые проявления этих же самых общих вещей, поскольку они общие, они все время появляются у вас, было на первом курсе, в курсе линейной алгебры, поэтому какие-то аналогии, вот они работают, не просто похоже, а вы берете результат, оттуда переносите сюда, оказывается, что он верен, хотя вроде бы ничего не предвещал. А с другой стороны, опять же, общие вещи, если вы будете изучать это фурье и изучать, то возникает вопрос, а что же так хорошо, почему вот когда мы по этим синусам, косинусам раскладываем, у нас все так отлично срастается, все получается, все прекрасно. Чем они такие замечательные, эти синусы и косинусы? Ответ – ничем. Существует огромное количество таких систем функций, вот, и причина совсем в другом месте, и вы ее тоже знаете из первого курса, сколько и там она была. Да, у самого сопряженного оператора собственный вектор образует базис, портогональный. Помните, такое было? Здесь то же самое, то есть существует некая хорошая вещь, у которой вот эта вот система функций, она будет собственной. Но таких вещей огромное количество, и таких систем функций тоже огромное количество, поэтому можно смотреть на эту тему так, чтобы вот как бы не про синусы рассказывать, а про все сразу. Вам это придется делать, потому что впереди будет квантовая механика, и там оно все надо. Вот, ну а сегодня будет вечер воспоминаний такой, то есть мы вспомним, почему вас учили на первом курсе. Во-первых, сам факт, что мы вас учили на первом курсе. Вот, и там довольно много вещей, там какие-то из них совсем тривиальные, какие-то не очень. Вот, они просто переносятся сюда. Сейчас поговорим, каким образом. И вот оказывается, что это все правильно. Ну, там, как обычно, оговорки есть всякие. Вот. То есть сначала поговорим, какое вообще отношение. Вот, вроде бы, есть наука о векторах каких-то там. Вот вы раскладываете, можно выбрать базис, там еще что-то. А фурье это все-таки функция интеграл и совсем другое. Ну вот, но тем не менее. Вот, давайте посмотрим. Значит, что такое вектор? Ну, например, вектор х это три числа. Мне сегодня удобнее может быть в строчку на трехмерном пространстве. Если у вас 10-мерное пространство, будет 10 чисел. Ну и вообще напишите любое n, тут ничего не меняется. У вас будет n чисел в строчку. Если у вас есть два вектора, то скалярное произведение это сумма по всем, вот, по суммам произведений всех одноименных координат. Но это вы помните, что базис должен быть хороший. Вообще, скалярное произведение можно задавать аксиоматически. Давайте тоже вспомним. То есть, любая функция на двух векторах, сколько там аксиом 3, по-моему, да? Одна о том, что можно скобки раскрывать. То есть, это должно быть линейно по каждому аргументу, достаточно по одному. Потому что в другой аксиоме написано, что оно симметрично. x на y равно y на x. А в третьей написано, что скалярное произведение вектора на себя. Ну, вот так тоже его записывают. Тут разные есть обозначения. x на x, x на x. Обязательно положительно. И равно нулю, только если это ноль. Поэтому скалярное произведение задает вам еще и норму. То есть, оно определяет расстояние, само собой. Расстояние определяет сходимость. Состояние более сильное. То есть, если у вас есть вещь, которая отличает ноль от всех остальных, то вы можете объяснять, что такое предел. Просто брать разность. Вот x это что-то сложное, а ноль это число. Скалярное произведение дает вам число. Число непонятно. Ну и, в принципе, разные можно придумывать функции. Давайте сразу вспомним еще. Там как-то вскользь, наверное, было на первом курсе. А дальше это будет важно. Что есть комплексные числа. Это, во-первых, удобно. Ну, если удобно, это уже приговор. То есть, придется. Но, на самом деле, все еще сильнее. Есть места, где без них просто нельзя никак. Не получается. То есть, если в фурье вы можете отдельно по синусам, отдельно по косинусам все время мучиться с этой. Суешь там двое. Вот. То в какой-нибудь квантомеханике придумайте вещь, которая колеблется с частотой. Там заданной частотой. Но по модулю постоянное. Вот это стационарное состояние. Вот как это без комплексных чисел-то сделать. То есть, в одномерном случае это невозможно. Если он колеблется, то он меняется. А в двумерном уже можно там что-нибудь крутить. Вот. Вот для комплексно-значных, то есть, для векторов, у которых координаты могут быть комплексными, у скалярного произведения, вот у какого-нибудь аргумента, у первого или второго, ставят сопряжение. Ну, давайте я сюда поставлю. Вот черта. Это комплексно-сопряженное. Если z это вот что-то такое, то z с чертой. Это надо везде, где вы видите букву i, и только у нее изменить знак. То есть, смысл такой, что корня из минус единицы, в общем, 2. И какой вы назовете плюс i, а какой минус i, должно быть все равно. Вот. По крайней мере, для физики. Поэтому физике, естественное требование, что при сопряжении все содержательные уравнения, в общем, должны оставаться правильными. Они могут становиться другими уравнениями, но тоже правильными. Интересно, что из такой банальности можно получать какие-то результаты. Интересно. Вот. Ну, хорошо. А если у меня... Давайте теперь начинаем хулиганить. Я хочу бесконечно медленное пространство. То есть, вы вот это n загоняете в бесконечность. Что такое вектор? Это последовательность. То есть, бесконечный ряд... Ну, нет, ряд я плохо сказал. Это последовательность. Ряд — это сумма. Что такое скалярное повествение? Это ряд, да. То есть, скалярное... Давайте это считать. И такое бывает, да. То есть, рассмотрим, если мы были математиками, пространство элементом, которое является последовательностью, которое вот таким условием... Ну, я так на всякий случай пишу с прицелом на то, что они могут быть комплексные. Модуль поставил. Поначалу удивляет, конечно. Зачем пишут модуль, если оно все равно в квадрате? Оно может быть комплексным. Этот ряд должен сходить. Ну, рассматривать вектор бесконечной длины... Не знаю, зачем надо. Когда понадобится, тогда и займемся. Тогда скалярное произведение — это сумма... Значит, а на b... это сумма аито и бито. Это понятно. Я надеюсь. Так вот все определяется. Можете доказать, что косинус... Ну, что такое косинус угла между последовательными сетями? Скалярное произведение делить на модуль... То есть я мог бы написать модуль а на модуль b, но я вот специально пишу так, как я определил. Я могу объяснить, что такое квадрат модуля. Это сумма такого ряда. А корень из него — это, естественно, модуль. Вот. Можете доказать, что это не бывает больше единиц? Можете, да, правильно. Ну, это стандартный трюк. Я сейчас это сделаю, но в еще худшем случае. Вот. Ну и тут, конечно, вот эта бесконечная мерность, она немножко... вызывает какие-то опасения. Вот. Но... Ну, одна из проблем какая? Проблем на самом деле две. Обе называются полнота. Вот вы взяли там... Вы хотите базис трехмерном пространстве. Что, возьмите три вектора, проверьте, что они линейны, независимы, и все, вот это базис. Если они линейно зависимы, там 10 штук, ну, раскладывать все равно, наверное, можно, только оно будет не единственное. Все эти единственности... То есть, понятно, что если у векторов двух все координаты совпадают, то они равны. Очевидно. И хочется и обратное. Вы посмотрели на координаты, увидели, что они совпадают, и так говорите, что они равны. Но для этого нужна линейная независимость. Тогда все единственное. Вот. А здесь у вас, если бесконечное количество измерений, вы нашли бесконечное количество векторов? Неизвестно, может, половина. То есть, так вот просто не получится. И нужен какой-то вот критерий. То есть, ясно, что конечного количества не хватит точно, но если у меня бесконечное количество, я бы хотел как-то уметь проверять. Все можно разложить или не все. Вот полная система. Слово полное означает, что любой по нему раскладывается. Вот. Ну хорошо, давайте еще усилим. Здесь бесконечное количество измерений, но счетное. А я теперь хочу континуум. Что такое вектор? А подумать. Ну здесь вот что? Вот у вас это вот номер координаты, ну а это ее значение. Последний, кстати, как определяют часто? Чего? Да, это функция целого числа. Да, совершенно правильно. Ну а теперь это число не целое, а любое. Вот на функцию можно смотреть, и я вам предлагаю вот этот взгляд. Потому что мы сейчас обсуждаем, какое отношение линейной алгебры к трубам на первом курсе по трехмерному пространству может иметь к фурью, которая про функцию. А вот на функцию можно смотреть, как на вектор бесконечным мерным пространством. Но бесконечность несчетная. У вас есть непрерывный набор координат, там, неважно, на отрезке, напрямую, это уже деталь. И вот у вас есть номер координаты, а f от x это значение по этой координате. Давайте попробуем какие-нибудь формулки вот переписать сюда. Вот все, что мы вспомним про линейную алгебру, попробуем написать для этих функций. Проблема та же самая, например, у вас я хочу базис выбрать, первая идея. Что удивляет поначалу фурье сразу, у вас пространство с количеством измерений несчетным, континуум, а базис-то счетный. Косинус nx, а как его хватает? Как вообще это может работать? Ну, а тут ответ стандартный. Если функция хотя бы непрерывная, она определяется значением в рациональных точках. А если она везде разрывная, у вас эти интегралы пусть не возьмутся. То есть вы даже не сможете посчитать коэффициент, а там еще сходимость ряда. На самом деле в фурье бывает все. То есть вы хотите разложить функцию в ряд, а у вас может оказаться, что вы взяли интеграл из книжки, чтобы коэффициент посчитать, стали его считать, а он расходится. Ничего, не судьба. Возможно, что интеграл сходится, вы написали ряд, ряд расходится. Это же бывает, не судьба. Калмогоров прославился действительно на весь мир, в 19 лет построил пример непрерывной функции, ряд фурья-картура расходится почти всюду. Осознайте, что я сказал. Ну, такой вот только математика может быть в голову, но у нас таких функций не бывает, но тем не менее. Хорошо, ряд сходится, но может быть не к этой функции. Ну, тоже не повезло. Ну, вот математика вам расскажет, при каких условиях, какие бывают неприятные. Они очень любят неприятности, потому что это определяет границы применимости этих утверждений. Вот им работы хватает. Ну, а вот, значит, базис. Базис, возможно, счетный. Если функции достаточно хорошие, если они очень плохие, то ничего не работает. А достаточно хорошие уже вам как бы сужает. Ну, вот, проблема та же самая. Вы взяли бесконечный набор функций, там, синус, аннекс, хватит этого или нет? Ну, если немножко подумать, то, очевидно, нет, потому что они все нечетные. И четную функцию нельзя представить. Нужно еще косинус. А синус, косинус, хватит или нет? Ну, в общем. Вот вся проблема. А вторая проблема более серьезная. У вас может, могут быть дыры в самом пространстве. Если помните, вы изучали критерий Каши такой. То есть, когда обсуждаете, есть ли пределы последовательности, можно указать предел и показать, что к ней сходится по определению. Тогда вы должны угадать, чем равен предел. А критерий Каши, вот вы видите только эти элементы и только глядя на них, можете написать, сходится она или нет. И на прямой, в которой нет дырок, невозможно такое, что вот последовательность выглядит как сходящаяся, а предела у нее нет. Вот выкиньте из прямой точку. Давайте посмотрим, множество положительных чисел без нуля. Тогда последовательность 1 на n. Она критерию Каши удовлетворяет, а предела у нее нет, потому что предел у нее 0, а он вот, нет у нас такого числа. Вот это условие называется полнотой. А уж с функциями-то вообще, вот например, давайте посмотрим, пространство непрерывных функций, очень естественный объект. Вот там, очень легко придумать последовательность. Ну, там адктангенсы рисуете, вот адктангенс, там x делить на m, и m загоняем в бесконечность. Вот она. Вот такая вот. Предел у нее вот такой. Своими значениями в рациональных точках, да. Не нужны какие-то дифференциальные признаки. А зачем? Ну, что же непрерывно? Вы берете на оси x из рациональных точек последовательность, которая сходится пределом к тому месту, которое вам нужно. Смотрите, куда сходится по y, а поскольку она непрерывна, то предел равен значению в этом месте. Если на дифференцируем, то там еще лучше будет. То есть, чем вообще у вас лучше набор функций, тем меньше у вас как бы свободы, ну, это понятно. Ну, вот пример последствий непрерывных функций легко нарисовать, которые сходятся к разрывной. Значит, как вы будете определять сходимость, тоже вопрос, ну, хотя бы поточечно. Вот вы ставите здесь и смотрите, куда сходится последовательность этих точек. А вот. И это пространство неполное, к сожалению. То есть, там возможны последовательности. которые устроены как сходящиеся, а предела у них нет. Ну, то есть, он как бы есть, но он не в этом пространстве. Вот он здесь не лежит. Это проблемы тянет за собой. Вот. Лучше всего, конечно, когда пространство полное, там все отлично. Вот. В общем, надо быть аккуратным. Я все это обсуждать не буду, потому что в тех задачах, которые мы будем решать, все будет хорошо. А вот математики вам расскажут. Это большая наука. То есть, вот если у вас можно такой взгляд на вещи развивать, вот представьте пространство, в котором точкой является функция. А что будет функцией? Это что-то, что из функции делает функцию. Это оператор называется. Вот у вас получается такая жизнь, вот такая же, как вроде в нормальном анализе, только вот на ступеньку выше, функциональный анализ называется. Там все очень интересно тоже. И главное, что нужно. Для физики в том числе. И люди, которые это изучили, они смотрят на наше фурье, говорят, ну это очевидно, все, да, так и должно быть. Ну вот сегодня у нас цель занятия, чтобы перестали бояться. Это первое. А второе, чтобы те формулы, которые можно найти в книжке и просто тупо выучить, они пишутся вот просто из общего соображения, потому что вы берете известный вам факт с первого курса, переписываете его сюда, и вот это вот оно. То есть ничего нового там на самом деле нет, кроме вот обозначений, что ли. Что такое скаляр-произдень двух функций? Вот у меня есть вектор f и вектор g. Значит, x это номер координаты, а значение функции в этом ксе это значение в этой координате. Проекция на эту ось, если хотите. Я хочу скаляр-произдень. Какой? Надо перемножить значения по одинаковым к 1-атому и все сложить. Перемножить. Откуда докуда, это зависит от того, какие функции вы обсуждаете. Можно на отрезке, можно на всей прямой. Это уже. Вот. Что такое длина вектора? Надо умножить на себя, извлечь корень. Можете доказать, что косинус не будет больше единицы. Надо сказать волшебное слово. Сейчас он скажет волшебное слово. То же самое неравенство. То же самое неравенство, да. А может напишем? Ну, давайте. Начнем с очевидного. Альфа — это пост числов. То есть берем любые две функции. Ну, естественно, наверное, брать не все функции, а такие, у которых вот этот интеграл сходится. Постанцы обычно называют L2. L1 — это вот когда здесь 1. Такая вот модуля является нормой. Понятно, что я говорю? Чем норма отличается от расстояния? Нет. Норма вам только говорит ноль или не ноль. Есть неравенство треугольника. Нет, если у вас есть расстояние, норма есть автоматом. А в нормированном пространстве может не быть скалярного поведения, расстояние нет. Неравенство треугольника может не быть. А если у вас есть скалярное поведение, будет полная геометрия. Вот здесь вы можете L3, L4, L5 или L1. Но только в L2 есть скалярное поведение. L2 сильно лучше, чем все остальные. И соответствующая теорема есть, что действительно лучше. Имени Гильбертова. Гильбертовым пространством называется наилучший вариант, когда все хорошо. Оно полное. Со скалярным произведением. То есть там нет дыр. Если критерий, конечно, есть, то есть предел. Все полное пространство. Там есть скалярное произведение. И вообще там все отлично. Поэтому обычно в нем люди и живут. То есть как вы будете определять расходимость. То есть вы должны объяснить, вот сходится это что? Расстояние между ними уменьшается. Расстояние это число. Вы должны как-то написать, как вы расстояние между двумя функциями определяете. Вот, например, интеграл от квадрата модуля разности. Тогда это L2. Ну это ладно. Ну что, раскрываем. Я не буду писать от x. Вот интеграл такой штуки тоже не отрицательный. Ну а дальше у нас получается традиционная для всех кашибуниковских вещь. У вас квадратный трехчлен по альфа, который ни при каком альфе не бывает отрицательным. Вот это числа. Вот эти все интегралы тоже должны быть. Да, так, конечно. Это вот числа все. Значит, вы пишете, что дискриминант не больше нуля. Равно может быть. И вот оно и есть. То есть вы получите, что вот такой интеграл не больше. по модулю не больше, чем корень из произведения вот этих. Вот. То есть тут тоже нормально с косинусами. Вот. Если у нас функции могут комплексные значения принимать, то так оставлять нельзя. Чтобы получить неравенство. Я хочу получить неравенство такое. смысл которого косинус угла между ними не больше единиц. Сколя на произведение не превышает произведение модулей. Это правда. Еще раз. Вот это число, вот это число и вот это число. Альфа это перемена. Ни при каких альфа это не бывает отрицательным. Что это значит? Что эта парабола либо вообще не пересекает, то есть, ну, либо в коем случае касается. Поэтому дискриминант либо меньше нуля, ну, либо в коем случае равен. Напишите для этого уравнения, что дискриминант будет вот здесь двойка стоит. То есть квадрат этого минус произведения этих меньше нуля, это ровно оно. Это стандартный трюк. Я его еще не один раз крутанул. Похоже, редакция. Вот. Если у нас функции могут принимать комплексные значения, а для Фурье, ну, вы уже, наверное, на переменный ток много чего порешали, вы понимаете, что гораздо удобнее низ косинусом возиться, вот с вот такой штукой. То так оставлять нельзя, потому что в аксиомах скалярного произведения вот оно должно, не бывает отрицательным, а это вообще комплексно может оказаться. Скалярный квадрат, вру, скалярный произведение бывает любым, но скалярный квадрат должен быть положительным числом. Поэтому в этих случаях лечит так же, как на первом курсе у вас был, было эвклидовое пространство, а дальше чуть-чуть вам рассказали про как мы, унитарное, да. И там скалярный произведение ставится комплексное сопряжение именно для того, чтобы скалярный произведение на себя всегда было положительным. Это просто интеграл квадрата модуля будет. Z на Z сопряженное, давайте. Все время немножко мешает, что-то и в КП это у нас еще не было. Расскажите скобочки. Разность квадратов. Да. То есть Z на Z сопряженно, это квадрат модуля. Вот это лечит. В комплексно-значных пространствах, точнее в пространствах, где координаты могут быть комплексными, у вас вот так скалярный произведение определяется. И плюс этого, от которого отказаться нельзя, что если вы решаете лавнение, скажем, на собственное значение, там какой-то многочлен равен нулю, надо искать корни. Вот если действительно, то их может не быть. А если комплексные всегда есть. Ну, один. То есть они могут быть кратные, там все одинаковые, но вот так, чтобы не было, так не бывает. Это очень серьезная причина, по которой можно заняться комплексными числами. Как вот это починить? Надо вместо скобочек написать палочки. Давайте вам домашнее задание. Повторите. Вот эта скобка, это произведение вот этого на комплексно-сопряженное. Альфа действительное число, а вот эти могут любые значения принимать. Надо раскрыть скобочки. Тут будет f на f сопряженное, это квадрат модуля. Здесь тоже будет квадрат модуля, а здесь будет что-то типа скалярного произведения. Вот скалярное произведение аксиома симметричности в эвклидовом случае вот так, просто симметрично. А в унитарном пространстве у вас. Вот тут x был сопряжен, а y нет. А здесь y стал сопряженной, но за x теперь нет. Итого вы просто везде, где буквы и знак поменяем. Ну так, вспомните. Ну вот что, у вас здесь будет f сопряженное на g, а тут будет, тут их два одинаковых. А когда у вас кое-то скобочка, они будут разные. С ним надо что-то делать. Ну повозитесь. Это я пока сотру и забудем. Вот. Давайте вспомним еще какие-нибудь банальные вещи. Вот у вас есть вектор, вы можете его выбрать какие-то оси и разложить его по базису. e1, e2. Я бы написал и жи, но я вот это два собираюсь в бесконечность загнать. Алфавит там быстро кончится. Вот e1, e2, e3, e4 это гораздо удобнее. Вот давайте вспомним, чем хорош ортонормированный базис. Значит, если у вас базис произвольный, и вот вы этот вектор хотите представить, что значит разложить по базису, найти такие числа x1, x2, что вот это правда. Значит, вы понимаете, как это надо делать. вот так делать не надо. Надо делать вот так. То есть на самом деле, когда вы раскладываете по базису, вы не перпендикулярно ему должны делать, а параллельно всем остальным. А если они ортогональны, то все намного проще. Легко взять скалярное произведение. Вот это сделать легко. Потому что вы смотрите только на него, и плевать, как остальные идут. А если он не ортогональный, то вам как раз все остальные важны, а не этот. Ну, если он не отнормирован, это легко чинится, будет какой-то коэффициент. А вот если не ортогональный, жизнь усложняется очень сильно. Вот в этом случае у вас, вот в этом случае это я стираю, у вас х1 получается скалярное произведение х на е1, а х2 получается скалярное произведение вектора х на е2. И так для любого номера этой координаты. Еще раз, если базис не ортогональный, вот это совсем плохо. Это просто не то. Если ортогональный, это хорошо, но вы можете пролететь, если они не отнормированы. Ну, например, представьте, что у вас длина всех векторов равна 2. Тогда вот здесь вы получаете в 2 раза больше, чем надо. А здесь еще в 2 раза больше. Итого у вас х собранный будет в 4 раза больше, чем исходный. Вот. Но это чинится нормировкой, понятно. Вот. Да. Вообще говоря, да. Нет, понятие есть, но оно не отсюда. Такой термин есть, но он к этому... Можно как бы сопрягать коэффициенты, но это уже совсем другое. Ну, у буквы И меняйте знак везде, где видите буквы И. Но понятие... Просто понимаете, в чем дело? Если понимаете сопряжение вектора как... Комплексное сопряжение. Комплексное сопряжение вектора как просто сопряжение его коэффициентов, тогда эта штука не одинаковая в равных базисах. Нет, базис у нас ортономия. Та формула, которую я писал для скалярного произведения, она верна только в ортономированном базисе. Я понимаю, я имею в виду, вот у вас есть вектор, который вообще не зависит от базиса. Да. У вас есть такой базис, вы его сопряжили в нем, получили другой вектор. Теперь вы взяли другой базис и сопряжение в нем получили еще один вектор. Такие два вектора не одинаковые. А почему они даже одинаковые? Скалярное произведение одинаковые. Скалярное произведение одинаковые. Я имею в виду, что у нас понятие сопряжение вектора связано теперь... С базисом. С базисом. Да, связано. Ну ладно. Но вот на выходе у меня, когда я решаю задачу, я буду… сопряжение – это же что-то промежуточное. Скажем, мне нужно сопряжение, чтобы посчитать с колен поездение. Я посчитаю с колен поездение. Оно не будет зависеть от байса. Ну, давайте уж тогда с координат начнем просто. У меня координаты в разных байсах разные. Та же проблема. Но когда вы будете решать задачу, вы же не координаты на выход вы даете, вы посчитаете что-то. Такое физически осмысленно или геометрически, оно не зависит от байса. Тензор энергос и зависит от байса. Это я с первого курса пришел сегодня. Твость поворачивается, он другой. А момент энергос относительно этой оси будет такой же. Или как он там, с каким ускорением будет скатываться? Это какая-то круглая штука. То есть в чем проблема-то? Да, есть вещи, зависящие от байса для этого. И делают. И самое первое из них это координаты, собственно. Да. То есть у нас нету понятия сопряжения? Нету. Сопряжение число. Комплексное число, да. Нет, ну сопряженный вектор бывает, и сопряженный оператор бывает, но это другое. Это не комплексное сопряжение. Когда я говорю сопряженный, это жаргон. Потому что комплексно сопряженный говорить лень. И вот плата за этот жаргон. Надо говорить комплексно сопряженный, четко, потому что бывают другие виды сопряжения. Может быть, вы помните, что такое сопряженный оператор, матрица. Вот у нас есть колярное произведение, и два вектора, x и y. Давайте так, это удобно. Чтобы не писать стрелочки, крышечки, все это. Вот маленькие латинские буквы, это векторы. Большие латинские буквы, это операторы, матрицы. А греческие буквы, это числа. И тогда можно... Вот оператор B называется к оператору A сопряженным. Если для любых x, y, это важно. Не на какой-то паре, ну понятно. А всегда у вас вот так. А это скалярное произведение. Если у вас эвклидовое пространство, то как эти матрицы? Как друг друга относятся? Вспоминайте. Почему никто не предупредил, что это пригодится? Я предупреждаю, у нас будет оптика и квантовая механика. Потом не у нас, а другой кафетре. Они считают, что вы все это знаете. Совершенно искренне. Вспоминайте. Но можно догадаться. По смыслу. То есть у вас вот есть матрица. Вот здесь столбец. с координатами у. А здесь строка с координатами х. Я хочу, чтобы вы сначала умножили сюда. Да. А, B это атом спонированное. Поэтому самый сопряженный оператор это оператор симметричной матрицы. И вы знаете, чем он хорош. Ну, давайте вспомним, раз уж. Пошла такая вечеринка. Вот. У самосопряженного оператора. То есть если вы хотите привести матрицу к диагональному виду, помните, что надо сделать. Надо найти собственный вектор. Собственно, идея простая. Как действует матрица, если она диагональна? Она байсный вектор просто растягивает. Каждый в свое количество раз. И все. Значит, если вы хотите сделать диагональный, надо найти вектор, который она растягивает, не меняя направление. И сделать из них байс. Ну, если такие есть. У матрицы поворота, понятно, таких нет вообще. Ни одного. А что с ней париться? У меня автономированный байс. А, ну да. Но здесь не важно. Вот в этой формуле про базис ничего нет. Это векторы. Вот здесь уже да. Это я сейчас... То есть когда вы... Вот это оператор, и здесь нормально. Когда вы оператор мыслите себе матрицей, то уже начинает что-то зависеть от базиса. Но это нормированный. Вот. Так вот, там есть две проблемы. Собственных второв может не быть. Потому что вы написали характеристическое уравнение. Помните, как это делается? Надо сделать а минус лямбда е. Взять определитель и приравнять к нулю. И искать оттуда лямбда. Вот. Так вот, у этого многочленка не может не быть вообще. Пока у вас действительные числа. Это очень серьезный аргумент в пользу того, чтобы перейти на комплексные. А вторая проблема корня могут быть кратные. У вас, например, все векторы могут... Лямбда одно единственное. И они все одинаково. Из них базис не сделаетесь, не хватает. Скажем, жорданного клетка простейший пример. Так вот, у самого споряженного оператора собственные векторы. Их всегда n штук. И они еще и ортагональны. Почему? Ну да. Значит, что здесь надо починить, если у меня унитарное пространство допускает комплексные числа? Здесь вот, когда вы берете комплексное сопряжение, здесь еще будет матрица B. И за получается транспонированием и комплексным сопряжением всех чисел. Потому что она стоит с этой стороны, а B с этой. А сопряжение только с одной стороны. То есть, эрмитовская матрица, она получается, если она, как сказать, не симметрична, а вот вы делаете транспонированный комплекс напряжения, получается она же. Вот это вот матрица эрмитовская. Не то, но доказать, что все собственные значения у нее действительно. Это очень важно. Давайте докажем. Возьмите какой-нибудь собственный вектор. Что поворачиваешь? Всем хочется поворачиваться. Вот пусть X это собственный вектор. Тогда вот здесь будет лямбда X. Пусть он будет единичным. А здесь будет лямбда сопряженным. Потому что вот. Ну вот и все. Но у вас теперь комплексное пространство. То это уравнение характеристическое, которое растет. Один корень обязательно есть. И он обязательно действительный. Вот это круто. То есть не просто какой-то комплексный, а действительный. То есть вы берете этот вектор. Дальше вы смотрите, что он, если они X, Y перпендикулярны, вот пусть у вас X, скажем, собственный, а Y ему был перпендикулярен. Тогда Y тоже перпендикулярен будет. То, что здесь вы пишете лямбда X. Нет, это пока мы вспоминаем о первой курсе. А тогда получается, если у нас мерное пространство, то могут быть... Нет, и конечным N ничего плохого не будет. Вы сказали, что у нас всегда есть один десятый корень. Это основной теремологой был. Нет, комплексный. Ну вот комплексный, да. А все собственные значения действительные. Поэтому все корни будут действительные. Это важно. Начинаете понимать, что самосопряженное — это очень здорово. Это общий факт. Все, что было хорошего про самосопряженный оператор на первом курсе, останется на втором. На этом должна быть причина серьезная. Она есть, конечно. Он самосопряженный вообще. Эрмитовский оператор. Вот в квантовой механике все операторы, соответствующие реальным физическим величинам, обязательно эрмитовские. Что это значит? Что и собственная функция любого оператора может сделать байс. Как вы хотите. Берите. А Фурье — это частный случай. Эрмитовский, это получается, что самосопряженность в церкви. Самосопряженность в унитарном пространстве, да. Ну, почти. Ну, да. Ну, как всегда. Ну, как всегда, да. Нет, ну, пространство — это не только множество, это еще структура на нем. Там, как вы, там, ну, им скаляр-пиздень должно быть. Скажем, на каком отрезке, там, какие условия на краях этого отрезка. Вообще все функции допускаете. Или, скажем, на краях нули, например, вы хотите. Или, скажем, если у вас бесконечная... Ну, бесконечная, понятно, если вон интеграл в квадрата сходится, конечно, она идет к нулю. Заладеется. Вот. Так, ну, я напоминаю, да, значит, если... То есть, как это делается? Один вектор вы находите, потому что есть один корень. Хотя бы один есть. Есть проблема кратности. Вот почему ее не будет. Проблема отсутствия корней лечится с переходом унитарной опасности. Матрица поворота — два собственных вектора, но у них координаты комплексные в обоих, можете проверить. Действительно, в числах нет ни одного вектора, который останется сам собой. Вот. А здесь он будет нормальный. Действительный. Вы его находите. И все, что к нему перпендикулярно, остается перпендикулярным. А тогда вы берете там и повторяете все это еще раз, пока оно не кончится. Вы получаете базис взаимно перпендикулярных векторов. Все отлично. Вот. Давайте посмотрим, я вам предложу заниматься какой-нибудь ерундой. Вот оператор дифференцирования армитовский или нет? То есть он функцию f переводит функцию f' Вопрос. На понимание определения исключительно. Тупый вопрос. Берете определение, что к вермитовски. Начинаем шагу с коленопрезидения. Вот он подействовал на второго. Правда ли? А вот он подействовал на первого. Равенство тут еще надо проверять. Я поставил знак вопроса. Если верно для любых двух, то да. Если есть хотя бы одна пара, когда не верно, то нет. Вот давайте для простоты L2. То есть функция все у меня от минус бесконечности до плюс бесконечности. Интеграл от квадрата сходится, поэтому они там далеко стремятся к нулю. Это неизбежно. Ну, как из такого интеграла сделок такой? Думаю, это очевидно. Будь мужиком, бери целиком. Не бери интеграл по частям. Правильно вот так. Ответ нет. Если вы поинтегрировали, то здесь будет минус. Еще будет плюс подстановка на краях, но там нули. Поэтому в нашем контексте функции определенных на все оси интегрированных с квадратом, как говорят, минус все портит, в общем нет. Поэтому если вы найдете собственные функции, надо решить уравнение λf, но это там e в степени λx. Поэтому набору раскладывать я вам ничего не обещаю. Не знаю, ну бывает, конечно, при обозвании Лапласа. Вот. А как починить, кто-нибудь придумает? Чуть-чуть, чуть-чуть не хватает. Минус. Да, чтобы он стал Адмитовским. Можно. Но я хочу один. Там есть чёрточка. Может быть, дифференцируется по ix? Ну, сойдет. Хорошо. И подрисовать. Вот у вас здесь это i стоит вот тут. И тут нет чёрточки. А вот здесь это i стоит вот тут под чёрточкой. И это ещё один минус, и будет нормально. То есть вот так вот. Вот этот оператор, Эдмитовский. Вы мне поверили на слово, что верно, что у Адмитовского оператора собственные функции образуют отличную полно-ортогональную систему. Причём полно-это очень круто. Ортогональная можно лечить. То есть если они не отнормированы, это лечится совсем легко. А неортогональные можно ортогонализовывать. Там есть процесс, это возня, ну, делается. А вот неполная непонятно, как лечить. Так вот полная. Давайте решим уравняница. Как выглядят собственные функции такого оператора. Вот это наша тема на ближайшие несколько занятий. Разложение по вот этой системе называется Фурье. Конечно, когда Фурье это всё делал, ни о чём таком, наверное, не догадывался. Вот, вот, напишите, о чём я говорю. Любой другой Эдмитовский оператор даст вам систему, которая ничем не хуже. Сейчас я буду с этим развлекаться, и вы увидите, что у меня будет получаться. Вот, синусы никакого отношения к делу не имеют. А вот то, что это есть Эдмитовский оператор, у которого не собственные функции, и он хороший, вот это да. И вот это И, это принципиально важно. Потому что без И он нехороший. Никто ничего не обещает. А с И, там где-то наверху есть великая теорема, которая обещает. Давайте попробуем. Например. Может, я не буду синусы и косинусы писать, а сразу вот по этим. Вот у вас есть функция. Там, Ф, А, Т. Я хочу. А вот базисная функция. Е в степени омега Т. У меня лямбда плавно превратилась в омегу. Как-то так. Ну, физика, рука не поднимается умножать омега на Х. Омега надо умножать на Т. А на Х надо умножать там П, какого-нибудь лучше К. Вот. Ну, неважно. Давайте с коляна поезде не посчитаем. Вот я хочу представить Ф, А, Т. В виде суммы. Это вот комплексное число. На. Значит, вот амплитуда. Вот то, что я подчеркнул. Это амплитуда. Это коэффициент. Он бесконечно малый. А у нас же пространство-то теперь. Количество измерений. Ага, это вот базисные функции. Вот. Как найти F? Надо взять скалярное произведение. Это все неправда, но мы сейчас улучшим. Надо взять скалярное произведение вот этой штуки на. Вот почему минус. Потому что в скалярном произведении одного надо сопрягать. Ну, давайте второго. Вот я поставил минус. Узнаете? Видите, что это неправильно? Да, чего не хватает? Значит, факт. Если вы возьмете функцию, посчитаете такое. Ну, они все от минус бесконечного до плюс бесконечного сегодня. Возьмете функцию, посчитаете это. То, что получится, поставите сюда, получите это. Вы не получите функцию F от T по двум причинам. Она будет зеркально отражена. И вот это лечится минусом вот здесь. И она будет в 2π раз больше. Где-то... Причина этого в том, что... Что вот эти функции не отнормированы. Я не проверял. А давайте проверим. Правда, что неоттагональное. Ну, давайте я... Тут некая проблема с бесконечностью. Я возьму за период. Вот давайте ряд фурье, допустим. E в степени ИНТ. Период 2π. Вот скалярное произведение двух разных. Значит, это... Смотрите, можно написать косинус или синус. Если N не равно M, то вы интегрируете за период, что это синус и далее будет 0. Ну, его можно вычислить там. В общем, это уже... Ну, и так понятно. Если N равно M, А помните, еще на первом курсе был символ хронекера? Такая классная штука. Это вещь, которая равна 0, если индексы разные, а единицы, если индексы одинаковые. Сейчас мы его сюда перенесем. Классная вещь. Догадайтесь, что это будет. Человек, который это сделал, обозначение сохранил. И назвал это дельта функцией. Если одинаковые, сколько сюда поставить? Если одинаковые, будете интегрировать единицу. 2π. Поэтому вот этот базис, который я вроде как начал с ним крутиться, он ортогональный, да, но ненормированный. И математик напишет и правильно сделает. Вот 2π. Тут есть три разных школы, как писать преобразование. Фурье. Вот это вариант математический. То есть он объясняет причину таким образом. Я взял базис, он полный. Это вы мне поверили, что действительно у самого споряженного оператора все отлично. Но они ненормированы. Их надо отнормировать. Не обращайте внимания на то, что здесь по отрезку, а здесь бесконечный. Это мы потом обсудим. Но пока я так отмажусь, что если она периодическая и по каждому периоду нормально, то и все нормально. Это, конечно, туфта. А как сделать правильно, я потом расскажу. И вот эти уже хорошо. Если вы этого не сделаете, вы обнаружите, что вот вот это ФРТ будет в 2π раз больше, чем та, с которой вы начали. Почему мы поставили? Вы тогда и так, чтобы просто начали. Потому что в скалярном произведении один из множеств и комплекс сопряженный. А в том, типа, это тв, комплекс сопряженный? А, не скалярный произведение. Еще раз. Это скалярный произведение. Это вот, вот эта формула. Это x равно сумма x и т, е и т. Вот это. Это не скалярное произведение. А теперь вы находите x. Это скалярное произведение. Вот это скалярное произведение. А это просто вы собираете из вот этих функций с найденными вот тут коэффициентами, вы собираете опять его. Ну, говорят, что это правда. Потому что если вы откроете справочник, то для произведения фурьетом ровно эти формулы написаны. Я сейчас рассказываю, как это запомнить. Не надо это мучительно зубрить. Это очевидно. Ну, запомнить, может быть, надо 2π, но вот один способ сейчас еще будет. Пожалуйста, можете писать так. Это называется симметричная школа, когда единица на коэн 2π пишется сюда, и пинец на коэн 2π пишется сюда. С одной стороны, человек не хочет помнить, куда там его писать. Можно перепутать. С другой стороны, в этом есть серьезный смысл математический. Раскладывать надо по нормированным функциям. И когда вы, например, вместо синусов перейдете на другую систему, там все будет то же самое. Они должны быть нормированы. Физики, и я в том числе, предпочитают писать сюда. И говорят другие слова. Если мы раскладывали по обычной частоте, а не по омеге, никакого 2π бы не было. Тут надо писать df или dν. А вы написали dω. Получите. И тоже очень простое правило. В любом интеграле, как только dω видите, делить на 2π. Будет правильно. Это вторая школа, как можно писать при обзании фурье. После книжки будете читать, у вас книжка по-разному. Суть не важна. Важно, чтобы вот, когда вы оба сделаете, вы получите то, с чего вы начали. Это важно. Опять же, в справочник надо смотреть, там где-то таблица при обзании фурье, там функции. А как оно считает? Вот где стоит у них 2π? Там это наверняка где-то написано. Я привык вот так, мне так удобнее. Зачем писать корень два раза? Есть третья школа. Она больше характерна для радиофизики. Это такая своя каста. То есть есть люди, которые считают вот эту формулу первичной. Вот эту. То есть вы в x собираете по базису. Вот эта форма главная. И не надо ее портить никакими коэффициентами. А когда вы считаете x, то вот уже тут можете делать, что хотите. В общем, так тоже можно. Выбирайте сами, как вам больше нравится. Я буду до омегу делить на 2π, если нет серьезной причины. Вот если я хочу поговорить о нормированности функции, я напишу два раза корень, так один раз. Вот. Ну я надеюсь, теперь вы напишите эти формулы по смыслу, а не по памяти. Вот. Ну и еще одну вещь давайте сегодня сделаем. посмотрим, что там происходит. Смотри, вообще удивительно, на самом деле, вот вы взяли функцию, да, посчитали тут какой-то интеграл, и понятно, что вот это зависит от значения f вообще везде. вы можете где-то f изменить, там далеко это изменится. Теперь вы считаете второй интеграл, и результат почему-то зависит только вот от значения f в одной точке, вот от остальных не зависит. Я вот возьму две функции, да, вот одну там такую, а вторую вот вот такую. Посчитаю, вот эти будут разные совершенно. Я начну, посчитаю эти интегралы, посчитаю здесь, они совпадут. А как? Если вот здесь поднимем, почему здесь-то не изменится? Он же вот все собирает. А вот давайте посмотрим. Это можно. То есть это интегральный оператор, понимаете, он вот все как-то усредняет, собирает со всех. Интегральные операторы, они лучше, если вот у вас дифференцирование всякие особенности обостряет, излом становится, разрывом, вот, то интегрирование, оно вот смягчает все, интегрируя там кусочную непрерывную функцию, с разрывом его получите непрерывную. С изломами. Еще раз по интегрированию получите гладкую. Давайте я сделаю вот, что я вот это подставлю сюда и посмотрю, что будет. Значит, по непонятным пока причинам есть такая формула. А вот вместо f большого мы напишем только t надо другое, t штрих какой-то, на e в степени минус и омега t штрих d t штрих. Вот омеги тут совпадают. А t это вот переменная для этого интеграла, вот это уже от t штрих не зависит, а вот это t вот такой же, как тут. Я хочу понять, как так получается, что если я начну менять функцию там где-то далеко, почему это никак не скажется. Вот. Ну, опять мы, ребят, лихие. Значит, я наплевав на все, переставлю пределы, а математики тут напрягаются, нервничают теорем, всякие формулируются. Почему можно? Строят примеры, когда нельзя. Вот. Ну, это мелочь по сравнению с тем, что будет дальше. Значит, сначала будет интеграл по времени. f можно вынести, а вот этот интеграл по частоте, то есть вот здесь стоит такая вот скобка, да, вот здоровая. Вот этот интеграл, он от частоты не зависит, а от t штрих зависит. Вот. А здесь е в степени и омега t минус t штрих. Вот. И вот это вот. Давайте на него посмотрим. Вообще классный интеграл такой. Как вам? Только по омеге. Что вы думаете по поводу? Я временно вместо t минус t штрих написал просто букву. В конце подставим. Вернемся. Что вы думаете по вот такому интегралу? Он равен нулю. Ну. А если бы сейчас был матан? Не на каждой паре он равен нулю, на некоторых парах он расходится. Ну. Нет. Ноль, конечно, я понимаю, что вы говорите, но представьте, что вы вот сейчас t устремите к бесконечности. Вот. И что будет? Ну. Ну. Ну так а пределки нет? Нет. Не по t. А что такое v? v отбегается. Ну по dv. А. Омега? Ну какая разница. Все равно он качается. Поэтому я вот. И вот мы. Я вам кину вопрос, а вы смотрите, там вот когда у вас будет матан, вот посмотрите, как люди вот аккуратно вот обходят. Ответ у меня будет правильный. Но слова я буду говорить дикие. Вот. Я возьму в смысле главного значения, а он же не обязан. Я возьму симметрично. И начну раздвигать, тогда предел будет. Давайте на него посмотрим. А. Это работает всегда. И если сделать это аккуратно, то все получится. Вот математики вам сделают, а вы отследите это место. Так. Ну а такой интеграл, наверное, мы сможем взять. Если у меня память не изменяет, то это как-то так. если бы тут была двойка. Ну двойка она вон там вот с этим уйдет. Можно вопрос, а как у нас числитель омега осталось? Можно? Не осталось. Да. Вот теперь давайте посмотрим, как вообще синус х на х тоже любимая функция первого курса. Помните, как идет? На нуле равна единица. А здесь вот. Вот так вот начинаем. Значит, как-то там качаться. Тут вот один на х у него такая. Вот эти убывают. А теперь А начинаем увеличивать. Что с ней будет? А начинает сжиматься. И вы А загоняете в бесконечность. Значит, вот теперь я рисую вот эту функцию. Сколько есть? Давайте без двойки. Синус АТ на Т. Двойка сократилась, мне бы еще Пи куда-нибудь деть. Сейчас. Вот. Чему это равно в нуле? Ну, предел, конечно. Т, стремящимся к нулю. В нуле синус малого чего-нибудь. Это оно же. В нуле это равно А. Сколько вот здесь? Это АТ равно Пи. Это Пи на А. Значит, мы А загоняем в бесконечность. Ну, вот так вот, значит, все это сжимается. Там, чем дальше, тем меньше. Значит, у вас в каждом месте, вот вы стоите здесь, а она сжимается, в каждом месте становится меньше. Если обсуждать поточечный предел, то он в каждом месте, то он в каждом месте 0, кроме вот этого. А здесь бесконечность. вы говорите слова котов, никто не понимает. Ну и последняя вишенка на торте. А вот площадь под этой штукой. Вот такой интеграл. А вот он от А не зависит. Это очевидно. Вы можете не уметь брать такие интегралы, но то, что он от А не зависит, это дело с тривиальной заменой. И он равен вот такому интегралу. Я надеюсь, что это π. Ну, потому что вот то π, двойку я уже убрал, а π еще торчит, его надо сокращать. Ну, наверное, у вас на мотане... Хотите, вычислим? Ну, это действительно π. Вот. А поэтому получается вот что. У вас действительно вот это, так сказать, ядро этого интеграля интегрального оператора. Вот вы берете функцию, вот f от t3, да? А на что вы ее домножаете? Вот здесь стоит печок, который становится все уже, все выше, а вот площадь под ним не меняется, она равна 1. И в итоге она вырезает из него вот эту точку. Действительно. Вот. Вот таких ситуаций, на самом деле, бывает много, довольно часто, поэтому Дерак, он, правда, другую задачу решал, но дельта функция, ну, когда объясняют, что такое дельта функция, это понять нельзя, потому что, когда нам говорят, что представьте себе функцию, которая везде равна нулю, кроме нуля, а в нуле она равна бесконечности, а площадь под ней единица, то, естественно, реакцию так не бывает. Вот. На самом деле, имеется в виду вот что. У вас есть последовательность вот типа этой, которая вот, ну, может быть, там целое число, может быть, непрерывно меняющиеся. Вот она сжимается, вот предел у нее вот такой, как вам рассказали, да, здесь 0,9 бесконечность, площадь под ней всегда единица, она вот эта. И вот когда вот эта последовательность оказывается под интегралом, вот, вот в таком виде. Почему это равно, как вы думаете? То есть, как такую запись надо понимать? У вас вот есть интеграл φn, а φn это последовательность вот таких вот штуковин. И что в пределе будет? Вот так это надо понимать. А дельта функция это некий жаргон. В математике, когда определяют дельта функцию, у них-то не функция, это как раз вот функционал. Вот. Они, конечно, правы, но с жаргоном бороться невозможно. Физики считают, что эта функция вот такая. Вот. И у меня есть простой тест. Сейчас я вам предложу задачку. Если вы правильно ответите, то я успокоюсь. Значит, везде, когда вы видите дельта функцию, это вот, во-первых, есть какой-то интеграл. То есть дело кончится интегралом. Даже если вы обсуждаете дельта функцию без всего, все равно дело кончится интегралом. И здесь будет стоять последовательность вот таких вот сужающихся, вытягивающихся вещей. Площадь под ними равна единиц. Ну давайте допишем. Сколько? Дельта функция. Голомчик? Что? Два пи. Эф от и у. Эф от и у. Почему два пи? Где вы здесь видите? Два пи. Ну это вот пичок. Икс это переменная, от которой он зависит. У дельта функции пик в нуля. Этого сдвинули. У нее пик в точке икс равно у. Он вырезает у. Дельта функция это, ну вот скажем, точный заряд. Когда это хорошо, скажем, точный заряд, у вас есть что-то настолько маленькое, что вам уже не важно, насколько оно маленькое. Вы хотите поле далеко. И вам уже не важно никакой оно формы, какого размера, там от этого уже ничего не зависит. То есть при конечной точности, а физике всегда так, вы можете в общем пределу и не уходить в бесконечности. Она когда-нибудь станет такой узкой, что вам уже не важно. Вот. А дельта штрих это что? Давайте по изводу нарисуем. Дельта штрих это диполь. Ладно, сотру. И последний штрих к этому определению. По определению вот эти все они четные. Дельта функция четная по определению. Если вам… Ну, скорее всего, это не важно, потому что когда она узкая, то уже не важно, какой она форма. Но если важно, то четная. Если вам важна четность, и это не так, не пишите дельта функцию, надо аккуратнее сработать. Это очень приятный объект. Я его постоянно буду писать. Давайте первое упражнение. Найдем спектр дельта функции. Так, здесь у нас я обещал вот так, поэтому подставьте сюда дельта функцию. То есть у вас есть, не знаю, усилитель, колебательный контур, и вы ему на вход так вот… Значит, очень коротенький так. У него есть частотная активистика. Вот, если я узнаю, я могу найти, что на выходе будет. Ну, это вот у нас есть в задании семинар по переменной ток, семинар по… А вот у дельта функции спектр какой? Давайте посчитаем подставку. Дельта от t. Что это будет? Надо взять вот это и вместо t подставить… Какая? Единичка. Правильно. Дельта функции – это сигнал, у которого все частоты представлены одинаково. Тут нуля до бесконечности. Не просто сплошной, а вот он постоянный. Сплошных спектов много, а он… Вот. А обратное право занятофорье. Я вам напишу формулу. На самом деле она выражает то, о чем мы там говорили. Вот сейчас я рисовал тут картинки. Вот это вот. Это на самом деле вот я как минус а до а вот равно последовательности. Формально это получается, если вы сюда напишите дельта функцию, если вы напишите единицу. И в этой форме на самом деле есть смысл, хотя она странно выглядит. То есть, если у вас… Он, в общем, прав. Если у вас t не 0, вы будете интегрировать качающий синус, получите 0, конечно. Ну, так вот, в среднем. А если t 0, вы будете интегрировать константу. Единицу будете интегрировать. Получите бесконечность. А дальше надо проверить. А правда, что площадь под ней единица? То есть, надо это еще раз. Вот, глядя на это, как на функцию от t. Ну, вот здесь это было сделано. Давайте мы не будем подставлять бесконечность, а мы подставим число, позагоняем его в бесконечность. Но сначала интеграл вычислил, а потом позагоняем. А выясняется, что интеграл-то не зависит. А там у меня единица, действительно. Поэтому все отлично. Хорошая форма, он пригодится. Неоднократно. Ну, а теперь последний контрольный вопрос. Что общее между контрольным вопросом и контрольным выстрелом? Оба в голову, да. Есть функция f от x. Определена так. При x меньше нуля это 0. При x больше нуля это 1. А в нуле это 2. Нормально. Так. Чемо дан. Интерграл. Можно предлагать версии Не обязательно правильные Очень хорошо, если будет 4 разных версий Даже 5 Как вы думаете? Вот Выслушав все, что я тут нагородил Вот как бы ответили на такой вопрос По смыслу Так, 2, хорошо Не готов Угадать даже А, как вы собираетесь готовиться? Бесконечность Ну, бесконечность вряд ли Ну, больше 2 Точно не будет Потому что площадь под ней равна Ну, то есть вы напишите меньше Сюда поставите 2 И это оценка сверху У вас fx не больше 2 везде Ну, хорошо Но что-то у меня пока все ответы Из одного источника А, что сказать 2 Ну, вот Догматики Они возьмут вот эту формулу И, конечно, 2 Но в книжке В которой эта формула присутствует Какой-нибудь заумной Там еще слова написаны Что эта функция Не любая Там, как минимум Непрерывная Должна быть Все-таки Математики серьезные люди А они То есть, вы понимаете Чтобы вот такие вещи писать Вы должны Ну, что я говорю Вот у меня печок Да Если отсюда далеко не уходить То вот эта функция Она примерно равна Своему значению Потому что непрерывная Ну, и вот тогда выносим И получается Вот как-то так Вы можете даже До первого члена Разложить ряда Тейлора То есть, добавить Добавить линейный И от линейного То ноль будет вклад Дельта функции Четно Вот Еще раз Значит Контекст какой У вас интеграл Да Вы должны представить себе Что вместо дельта функции Стоит последний Много-много интегралов Вот эту функцию Вы меняете вот таким образом И они все четные Это важно Куда стремится Интеграл Правильно Одна-вторая А что там стоит Вместо двух Это вообще никакого значения Не имеет Не может Значение в одной точке Вообще не может На интеграл никак повлиять Это вы тоже проходили Одна-вторая на самом деле Вас будут учить Что если вы скажем Что ряд фурье В точках разрыва Вот если вы функцию Раскладывали в ряд фурье Интеграл Он в точках разрыва Сходится к среднему арифметическому Это вот Почти то же самое То есть причина там Примерно такая же Если вы возьмете Конечный кусок То это вот такая же штука Которая стремится К дельта функции Она четная Ядро Дерихлей Это называется У математиков А я правильно понимаю Что там Недостаточно Непрерывность Могу заставить Ее так быстро Асселировать Что Это же интеграл Это же интеграл Вблизи точки Я ее заставлю Так быстро Асселировать Что понятие Но вы не можете Большую амплитуду делать Если она не прерывна Любой эпсилон Найдется Дельта А он здесь Нет Он должен быть непрерывный В этой точке Как вы сделаете Непрерывный Непрерывный Но он должен непрерывный Не непрерывный Что Непрерывный Непрерывный означает Что вот Здесь Вы всегда можете Так зажать Он обязан быть Аналитический Нет конечно Нет Тогда можно взять Что нибудь такое Вы интегрируете Вы не дифференцируете Вы интегрируете Все эти Оно сглаживает Хорошо Назовите любое число Маленькое Я вам сделаю так Что этот интеграл Отличается от этого Меньше чем на это число Сначала мы зажимаем здесь Но вы были первые Вы назвали число Я подбираю здесь Дельта так Что вот эта функция От этого значения Отличалась меньше чем на это число Ну скажем в 100 раз Можно Она непрерывная Просто по определению На любое Эпсил найдется Дельта Там написано Определение Теперь я Делаю так Что этот печок Стал уже И все И все Она постоянно То есть она гуляет Да Но меньше чем Дальше вы оцениваете Сверху Снизу Разница между ними Односотая Вашего Эпсилона У меня все отлично Не Это стандартная вещь Есть непрерывная функция Близких точек Понимает близкие значения Следовать пожалуйста Производную Можете сделать бесконечной Ну плевать мне на производную Зачем мне производная Если мы Итал считаем Если вы дифференцировали Там можно было Да Нарваться Ну давайте я Может быть скажу Еще одну вещь На прощание Вот такой вот Интегральчик Давай На чему Ну какая она По какой букве Интегрировать Давайте я вам Такую странную Вещь предложу Вот Представьте у вас Есть там Нмерная пространство Трехмерная Десятимерная Я выбрал Несколько векторов Они Ортогональные Нормированные Я хочу проверить Будет ли это Базис Я вам проверяю Такой довольно Идиотский критерий Давайте мы Возьмем И Посчитаем Ну В этой матрице Грамма Называли Да То есть Вот Строчку Е1 Е2 Е3 Да На столбик Именно вот Столбик На строчку Получаете Таблицу Уже матрицу У нее Не на диагонали Точно Все Нули Вот Вопрос в том Будут ли тут Все единицы Или все-таки Где-то Ноль Проскочит Если это Полный набор Это будет Едничная матрица Если не хватает Кого-то Там Ноль Проскочит И это Критерии Является ли Эта система Полной Нет Причем Нет Базис Базис У вас Хватает Векторов Или мало Допустим Допустим Теперь Я Допустим Да Строчка А вот Теперь Столбик Из Я умножаю Это там На вектор Координаты Вектора Вот Вы умножаете Строчку На вектор Да Вы получаете Строчку Коэффициентов А теперь Вы строчку Коэффициентов Умножаете На этот Столбик Получаете Как бы Может быть Отсюда Лучше Было Умножать Вот Так вот Критерий Вот смотрите Что здесь Написано Это вот Ровно Оно Вы берете Две Базисные Функции С разными Номерами И считаете Скалярное Произведение И Вы должны Получить Единичную Матрицу Это Аналог Символ Кронекера Если Они Одинаковые Вы Получаете Единичку То есть Как в этом Случае Надо Правильно Отнормировать Вот Надо Делать Единицы Коэффициент Здесь Если Вы Дельта Функцию Не Получили А у Байс Неполный Ну Ладно Это Мы Сейчас Ладно У У Это Вспомнить В общем Сегодня У нас Был вечер Распоминаний С одной Стороны С другой Стороны Единственное Что я На самом деле Хотел Чтобы Вы Эти Формулы Писали По Смыслу А не По Памяти Вы Ошибетесь Они Совершенно На самом деле Прозрачного Смысла То есть Есть набор Тривиальных Фактов С первого Курса Это Они Не Тривиально Здесь Почему Вот Это То есть Почему У Эрмитов Оператора Базис По Прежнему То есть Собственные Функции По Прежнему Образуют Базис Да Это Мы Не Обсуждали Почему Но Если В это Поверить То Все Остальное Получается Вот Эта Система Да Есть Оператор Он Явно Самый Сопряженный Все Нормально Их Можно Отнормировать И Вот Эта Единица Это Как Раз Говорит О том Что Они Отнормированы Вот И Все Должно Работать И Работает Если Вы Напишите Все Эти Формулы Как Для Отнормированного Базис Вы Получите Ровно Вот Эти Два Интеграл Если У вас Есть Дельта Функции Вы Получается От Антеграла В Ряде Фурье Спектр Он На Отдельных Частотах Вот Тут Стоят Дельта Функции Если Вы Дельта Функции Не Знаете Или Не Хотите То Это Две Разные Задачи Ряд Вы Должны Писать Суму А Интеграл Должны Писать Интеграл И Тут Непрерывно Если У Ряда Последовательность Это Спектр Тут Функция Если Вы Не Боитесь Дельта Функции То Вот Эти Формулы Покрывают И Ряды Тоже Потому Что У Спектра Будут Отдельные Частоты Амплитуда Бесконечная Потому Что Важно Отношение Есть Тонкость У Математиков Рядом Фурье Называют Сток Случай Кратных Частот Не Любой Набор Дискретных Частот Обязательно Они Должны Быть 1 2 3 4 5 6 Вот Это Ряд Фурье Если У Отношение Корень Из 2 Вот Сумма 2 Косинусов Частоты Просто 2 Это Не Ряд Фурье Хотя Я Не знаю Ни одного Примера Надо Спросить Который Бо Показал Что Это Важно По Сток Устанной Терминологии Все Теоремы Кто Доказывает Они Используют Что 1 2 3 4 0 1 2 3 4 Нам Для Спектров В общем Не важно Как Они Тут Стоят Нет Столбец Остался В Трехмерном Нет Это Один Базисный Вектор Это Функция Двух Переменных Это Функция Двух Переменных Там Была Таблица У нее Два Индекса И Вот У вас Один Окс Второй Это Мац Грамма Если Хотите И Вот Если Она Единичная То Все Отлично Почему Отлично Он Не Просто Аттономированный Он Полный Понимаете Вся Диагональ За Полной Единиц Здесь Нет Нулей Это Очень Важно Потому Что Не Аттономированный Я Переживу Я могу И отнормировать Это Совсем Легко И Даже Выпрямить Но Если Они Не Все Едут Я Не Не Знаю Чего Добавить Надо Вот Эта Формула Она Очень Ценная Она Показывает Что Ну Кто Б Сомневался Да Вот Если Вы Возьмете Любой Эрмитовский Оператор И С его Собственными Функциями Устроите Такое Вы Получите Дельта Функцию Потому Что Это Полная Система Возможно С Коэффициентом Тогда Надо Посмотреть Скорее Всего Они У вас Не Отнормер Обязательно Отнормер Обязательно Отнормер Да Ну Конечно Функция Она Множ Надо Все Она Собственная С С В следующий раз Мы поговорим О том О двух Способах Ну То есть О Применении Этого Вот Скажем Тема Переменный Ток На нее Тоже Можно Смотреть Ну Там Какую-нибудь Схему Нарисуете Колебательный Контур На вход Что-то Подали На выход Что-то Прозвенело Вот Я Хочу Найти Вот Если Это Схема Линейная То Принцип Позиция Выполняется Тогда Вы можете Взять Входное На что-нибудь Хорошее Разложить Каждый Пропустить На выходе Собрать И Вот Это Все Можно Делать А Вот Что Такое Хорошее Это Мы Обсудим Ну На Сегодня Все